МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём Великой Победы! В эфире телеканала Кубань-24 начинается трансляция шествия Бессмертного полка, акции, которая давным-давно стала международной, акции, которая объединяет миллионы людей по всему миру, акции, прецедентов которой попросту не существует. Но и главная песня сегодняшнего дня – это, конечно же, День Победы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В самом начале вот этой огромной колонны, колонны, которую, наверное, можно назвать рекой, края которой попросту не видно, увеличенная, не знаю в каком масштабе, копия знамени Победы. Вот именно такое знамя, конечно же, меньшего размера, в мае 45-го появилось над Рейхстагом. Сейчас это священная реликвия для нашей страны. И по всей России копии знамён проносятся на Парадах Победы, на торжественных прохождениях. Ну и, конечно же, проносятся во время акции, которая называется «Бессмертный полк». Приветствуют, конечно же, вот эти ребята, вот эти молодые студенты. Я уверен в том, что они учатся, наверное, в высших учебных заведениях. Ну, например, культурной направленности, тех людей, которые стоят по бокам вот этого «Бессмертного полка», «Знамя Победы» вот сейчас появится на нашем экране. И вы знаете, вот насколько сейчас хватает взгляда, насколько может зацепить вот это всё наша камера, настолько и растянулся «Бессмертный полк». Можно и даже нужно о нём, думаю, говорить на языке цифр, но, наверное, сейчас пока не самое главное. Сегодня сколько именно здесь человек, об этом мы по уходу трансляции, наверное, расскажем. И неважно, каков прирост по сравнению с прошлым или позапрошлым годом. Важно другое, кто эти люди, зачем, почему они здесь. Ответы вы сегодня услышите, будете слышать в эфире нашего телеканала. «Знамя Победы» ещё раз на нашем экране. Огромное полотнище красного цвета. Именно такое было подружено над Рейхстагом. Ещё раз повторюсь, конечно же, это увеличенная копия. И сразу же за ней идут ряды вот тех людей, которые принимают участие в акции. Здорово, что здесь дети «Знамя Победы» несёт молодое поколение, для которого очень важно участвовать в подобного рода акциях. Для взрослых важно. Но втройне, вдвойне, в четверне – это важнее, конечно же, для наших детей. Эти люди, думается мне, те, кто точно сегодня не забудет и другим расскажет о своих предках, об истории своей, об истории своей страны, о том, как эта победа далась. Здорово, что вот таких людей с каждым годом всё больше и больше. Я повторюсь, я точно пока не знаю, сколько здесь людей. Но вот посмотрите на картинку. Это огромное количество штендеров, перетяжек, просто фотографий. Красные флаги развиваются над этой огромной, впечатляющей, масштабной толпой, края которой попросту не видно. И я думаю, что ещё не скоро, в течение, наверное, даже ближайшего часа мы не увидим, где заканчивается эта огромная толпа. Такой один из вопросов, из ответов на вопрос, что такое бесконечность. Бесконечность, она вот здесь, сейчас, на улице Красной, в центре города Краснодара, рядом с главной городской площадью Кубани. Кстати, на ней сегодня установлены специальные колонки, которые транслируют, ну, естественно, транслируют песни тех времён. День Победы мы уже прослушали. Надеюсь, что сегодня ещё получится у нас включиться, ещё получится послушать песни военных лет. Ну и, конечно же, сегодня получится увидеть наших корреспондентов, которые по территории города Краснодара работают, по территории вот этого маршрута Бессмертного полка. Это Ольга Кочешева, Денис Сидоров. Чуть попозже мы с ними начнём свой разговор. Посмотрите на улыбки на лицах этих людей. Улыбки, которые нам подарили те, кого сегодня с нами рядом нет. Те, чьи портреты сейчас в руках у участников. У участников этой масштабной, этой, ну, наверное, самой масштабной акции память, которая существует на белом свете. Не часто такое количество людей увидишь на главной улице нашего города. Не часто это, наверное, вообще раз в год, 9 мая. И практически у каждого в руках сегодня или штендеры, или просто фотографии, перетяжки. Я, между прочим, видел сегодня фотографии, ну, плакаты просто с силуэтами. Да, действительно, к сожалению, не все фотокарточки наших героев сохранились. Есть фотографии, конечно, специально отреставрированные. Есть те, которые сохранились с тех времён. Довелось как-то участвовать в споре не так давно, предметом которого было как раз оформление. Единое оформление вот этих штендеров. И я думаю, что это, наверное, не так важно. Другое же важно. Важно, что память эта жива, вне зависимости от формы, содержания того или иного плаката. Думаю, что прекрасно и здорово, что часто вот эти вот фотографии в руках молодых людей, в руках детей. Их здесь тоже огромное количество. Они же любопытные, они в любом случае спросят, дескать, мама, папа, а кто это? А папа или мама, ну, или, например, бабушка, дедушка расскажут. И вот так вот дальше, по цепочке. Сейчас ведь много говорится, и про нас в своё время говорилось, и мы, ну, что скрывать, уже начинаем говорить, даже, может, там, ворчать, так это называется, что, дескать, не та молодёжь, что не цепляет её родная история. Но вот сами посмотрите вот на этих молодых людей, цепляет. И сегодня ещё вы услышите, что знают мальчишки и девчонки про своих предков, правнуки, внуки. Для них это акция, в которую, может быть, несколько лет назад немногие вообще верили. Это же определённые домашние уроки истории. Где есть частное, где есть общее. Через частные случаи молодёжь изучает историю государства. То есть вот в данном случае никто ничего не заочивает. Это не нужно, это другое. Через историю семьи мы узнаём историю своей страны. Это такой наглядный, заразительный пример. Очень хороший пример. И посмотрите ещё раз на вот эту огромную толпу. Эту реку, исток которой, находится в сквере Жуково. Ну и течёт эта река не так далеко, примерно 2,5 километра. Вот этот вот маршрут этого шествия составляет до Вечного огня. Конечно же, до Вечного огня, где нужно будет постоять немножко, вспомнить, отдать дань памяти. Смотрим, что и, конечно же, губернатор Краснодарского края, Вениамин Иванович Кондратьев, принимает участие в этой акции. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вы только посмотрите на эти фотографии. В большинстве случаев на чёрно-белые фотографии. Да, на некоторых из них есть улыбки на этих фотокарточках, но большинство людей на вот этих карточках, они серьёзные. Ведь в те времена фотография, это было нечто другое, нежели сейчас. Это было что-то редкое, это, может быть, было что-то единственное в жизни. И вот подходили к этому, конечно же, со всей ответственностью. Сегодня у нас, естественно, вот этих фотографий намного больше, на них мы можем улыбаться, на них мы можем делать что угодно. И делать это мы можем только благодаря им, чьи лица сейчас на фотографиях, на плакатах предельно сосредоточены. Огромное количество флагов сегодня на улице Красной. Я ещё раз повторюсь, огромное количество людей. Флаги людей, флаги победы, флаги Краснодарского края, флаг Российской Федерации, естественно. И вот сейчас камера плывёт, пытается заплыть туда, далеко-далеко вперёд, и не видно конца этому шествию. Не знаю, как вы, но я, наверное, в своей жизни, ещё не все прошли, но в своей жизни уже сейчас я не видел такого огромного количества людей, которые скопились в одном месте. Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев, председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко, мэр города Краснодара Евгений Первышов. Конечно же, все первые лица нашего региона, они все здесь. И такое впечатление, что весь город здесь. Здесь просто нет свободного места. На Красной никогда не бывает столько народа. Никогда, кроме одного дня. Дня, который называется 9 мая. Священного дня для всей страны. Естественно, этот день священен. Да, сейчас улыбки на наших лицах, дети, взрослые. Многие улыбаются, многие подпевают вот тем песням, которые доносятся из динамиков, которые доносятся вот из этой самой толпы. Но в любом случае каждый понимает, каждый знает, какой ценой нам дались эти улыбки, какой ценой нам дались эти песни. Продолжаем наблюдать за вот этой акцией, за тем, как мимо главной городской площади проходят люди, участвующие в шествии, который называется Бессмертный полк. Цель этого движения, она не только в том, что сегодня происходит. Это сохранение исторического, боевого, трудового наследия страны среди молодого поколения. Укрепление связи между поколениями, передача опыта. Разные, знаете, ситуации бывают. Я все о тех же детях продолжаю. Понятно, что сейчас иногда во дворах они, ну, различными, например, новыми гаджетами хвастаются, одеждой хвастаются, как мы, впрочем, в свое время. Но в отличие от них, от этих детей, у нас не было повода, вот такого повода, похвастаться своей историей. Вернее, не похвастаться, неправильное, наверное, слово я подобрал, рассказать о своей истории, обсудить свою историю, встретить во дворе, на улице, здесь, например, в Бессмертном полку, одноклассника, спросить, а кто это у тебя? Ответ получить, затем самому рассказать. Я не знаю, но мне кажется, что это очень и очень здорово. Вот видите, говорил, что есть плакаты, на которых отсутствуют фотографии. Это те люди, о которых мы тоже, конечно же, помним, о которых помнят родные, близкие. К сожалению, фотографии которых не сохранились. Возможно, их просто-напросто не было. И продолжаем в прямом эфире главного телеканала нашего региона, телеканала Кубань-24, следить за шествием Бессмертного полка. В руках у каждого из этих людей свои герои. Герои, благодаря которым мы сегодня вот так спокойно можем пройтись по улицам городов, населенных пунктов нашей страны. Даже не только нашей страны, по населенным пунктам вообще всего мира. Мир, кстати, не весь, но большая его часть к акции или давно, или недавно присоединился. Бессмертный полк, ведь это уже не про нашу страну история. Бессмертный полк – это история про весь мир. Это акция, которая давно стала международной, и она сейчас по всей планете шагает. Вдумайтесь только в эти цифры. 110 стран, более 500 городов нашей планеты. Это только городов. Если не брать в расчет все населенные пункты, то если их брать в расчет, то цифра намного, намного масштабнее получится. Сейчас, для того, чтобы вот так вот почтить память наших героев, не нужно ехать, например, в краевой центр. Раньше, да, такое бывало. Теперь в станицах, в селах свои, пусть небольшие, но тоже шествия. Где-то они только начинаются, где-то они уже прошли, где-то начнутся. Прошли, например, в некоторых странах с конца прошлой недели стартовала эта акция. В США, в Канаде. 2000 людей в этой акции поучаствовали, например, в Нью-Йорке. 5000 в Торонто. Прошло шествие в Женеве, в Мельбурне. В Мельбурне, кстати, угощали всех людей, которые принимали участие в этой акции настоящей солдатской кашей. Присоединился к акции Буэнос-Айрос, не остался в стороне Кувейт, Вифлеем. Впервые принял участие в этом году в бессмертном полку Гонконг. Рим, Мадрид. Причем, что интересно, в колоннах вот этих, которые за рубежом проходили, в колоннах бессмертного полка, не только россияне были, присоединяются, давно присоединяются к шествию и местные жители, жители тех стран, где проходит бессмертный полк. Вообще, это можно назвать таким мощным объединяющим потенциалом, вот то, что есть у бессмертного полка. Здесь, по улице Красной, он, кстати, впервые прошел в 2013 году, и вот тогда, 6 лет назад, и, кстати, 5 лет назад, в 2014, так уж получилось, что было сразу же два шествия. Одно из них называлось «Парад победителей», второй, собственно, «Бессмертный полк». Конечно же, в итоге эти шествия объединились, друзья. И объединяет, действительно объединяет эта акция всех людей. Вот в этом огромном потоке сегодня, я думаю, нет каких-то политических, религиозных разногласий. Вся страна сегодня вместе. И это, пожалуй, единственное подобное мероприятие, когда все вот так происходит, совместно, без всяческих споров, упреков различных в адрес друг друга. Думаю, что рядом сегодня вполне себе могут идти люди, которые пару дней назад, например, друг друга увидев, руки бы друг другу не пожали, мимо бы пробежали, но 9 мая – это тот день, когда такого не бывает. Это день, когда мы действительно одна большая, огромная страна. Ну, я говорил о том уже, что исток этого шествия, исток этой реки находится в сквере Жуково, но есть и люди, конечно же, которые присоединяются к шествию по ходу движения. Кто-то здесь, на главной городской площади, встает в ряды этого шествия. Но это обусловлено различными причинами. Кто-то, например, в силу здоровья не может преодолеть вот это вот большое количество километров. Их, кстати, 2,5-2,5 километра. Ну, а кто-то просто, напросто не успел к скверу Жуково. Кто-то, может быть, задержался, смотрел на торжественные прохождения и так далее. Кто-то спешил, может быть, из дома, из других населенных пунктов. Таких людей здесь очень и очень много. И здесь много песен. Давайте еще раз послушаем. Сейчас три танкиста, кажется, звучит. Ну что ж, продолжает за этой мирной рекой, которую своими подвигами во время войны подарили нам наши предки следить телеканал Кубань-24. Совсем скоро, думаю, те, кто в первых рядах прошел мимо главной городской прощади, окажутся уже у вечного огня. Кто-то начал свой путь, как я уже говорил, непосредственно в месте сбора в сквере Жуково. Кто-то по ходу движения присоединяется, не успевший, например, или те, кому весь маршрут не под силу преодолеть. Вот это общее расстояние составляет примерно 2,5 километра. То есть в обычный день обычный человек минут за 30, возможно, минут за 40 вот это расстояние преодолел бы. Но сегодня все-таки никто и никуда ни зачем не гонится, не торопится. Где-то примерно час 10, час 15 это по опыту предыдущих акций. И на протяжении всего маршрута сопровождают полк волонтеры, которым сегодня, пользуясь случаем, хочется сказать огромное спасибо. Спасибо в эфире телеканала Кубань-24. В общей сложности в крае было подготовлено порядка 3 тысяч добровольцев. 500 человек работают на шествии в Краснодаре. У ребят, а это, как правило, студенты, разные задачи сегодня. Кто-то организовывает, сопровождает колонну, кто-то сопровождает ветеранов, кто-то отвечает за раздачу воды. Кстати, порядка 10 тысяч бутылок сегодня будет выдано участникам бессмертного полка в начале его и в его конце. Есть группа, в задачах которых я о волонтерах продолжаю. Медицинское сопровождение. Это ребята из, понятно, медицинских учебных заведений. Ну и также волонтеры из учреждений культуры обеспечивают голосовое сопровождение колонн, как и в 2018, в 2019. Здесь все проходит под песни военных лет. Да, у главной городской площади установлены специальные колонки, где музыка звучит из динамиков. Ну а в других местах как раз вот этот музыкальный тон задают волонтеры. Еще раз повторюсь, вот этим людям, этим ребятам огромное-огромное спасибо. Ну и, конечно же, спасибо всему коллективу телеканала Кубань-24, который сегодня на этой акции работает, который сегодня работал на торжественном прохождении, который мы также посмотрели в эфире телеканала Кубань-24. Порядка 50 человек сегодня трудится для того, чтобы обеспечить вас красивой, качественной картинкой. Кто-то находится здесь, порядка 8 камер ведут прямую трансляцию, ну почему порядка 8 камер ведут прямую трансляцию. Коллег, которые вы видели, работающих на улицах города Краснодара, ну, конечно же, тоже обеспечивают водители, обеспечивают операторы, это инженеры, монтажеры, это режиссеры, это ведущие, корреспонденты. Всем огромное-огромное спасибо. Ну и, конечно же, спасибо Ольге Котишевой, которая прямо сейчас к нам присоединится с очередной интереснейшей и уверенной историей. Ольга, слушаем вас. Вы видите, сейчас за моей спиной движется бессмертный полк, это огромная колонна, людей очень много, погода сегодня выдалась на славу, и сейчас рядом со мной участник Великой Отечественной войны 41-45-го годов Владимир Андреевичев. Владимир, мы вас поздравляем, во-первых, с Днём Победы. Спасибо. Расскажите, что для вас сегодняшняя я знаю, вы были и на торжественном прохождении, что для вас сегодня этот день, что для вас этот праздник? Понимаете, сегодня вроде бы день и праздничный, и в то же самое время день скорби. Я не герой, не белый никакой, не мужик пушистый, но дело в том, что так судьба, наверное, распорядилась, что я первый день и первые минуты и первые секунды встретил войну в Брестской крепости, когда ещё немцы даже не штурмовали Брестскую крепость, потому что это было ближе к границе, чем крепость. Но я сегодня хотел сказать не о себе, не о нас, мужиках. Мужики и должны защищать родину, землю, женщин. Я хотел бы сказать о русской женщине, о советской женщине. Вот история почему-то об этом ни слова не говорит. А я хочу сказать об одном единственном факте. 1942 год, февраль месяц, недалеко рядом с Кубани идут страшные бои. И санинструктор тогда Зина, а потом Зинаида Михайловна, за два месяца участия в бою вытащила с поля боя 123 человека тяжело раненых. И когда за этот подвиг она получила орден Красной Звезды, последний ее бой, наша рота поднялась в контратаку, немцы артиллерийским огнем накрыли, рота почти вся погибла. И тяжело раненый был командир роты. И вот Зина поползла за ним. А немцы пошли в контратаку и открыли страшный артиллерийский огонь. Ей перебило обе ноги. Она спряталась в воронку от снаряда, а немцы приходили и добывали раненых. И она притворилась мертвой. И ночью, когда наша разведка возвращалась с немецкого тыла, услышали слабый стон. Подползли к ней. Зина в это время уже мерзла в лед. И разведчики ножами ее вырубали из льда. Принесли в медсанбак. Но было уже поздно. Ампутировали обе ноги, обе руки. И этот человек, сложно даже говорить, этот человеческий обрубок нашел. Подвиг можно в одну минуту, в одну секунду совершать. А она подвиг пронесла через всю высшее образование, родила двух детей. И в 1957 году получила высшую награду Советского Союза, Героя Советского Союза. А в 1965 году единственная женщина в Советском Союзе и третья в мире получила самую главную награду в мире, удовереженную и разработанную великим гуманистом врачом. Медаль Международного Комитета Красного Креста, медаль Флоренса, медаль за спасение человечества. Это третья женщина была. И еще у меня есть подруга, которая живет в Сочи сейчас, 98 лет ей, Мария Федоровна. Вот она в 1942 году была секретарь подбольного райкома ЛКСМ Белоруссии. Предатели предали ее, ее арестовали и держали в самой страшной тюрьме, в Моабитской тюрьме в Берлине. Но она выжила? Она выжила, и когда я спрашивал, потому что она старше немножко, когда я спрашивал Марью Федоровну, а как выжили, как могли выжить, значит, она говорит, о вас сопливый, я говорю, а как вас кормили? Потому что я в Белоруссии числюсь среди расстрелянных, памятник стоит под Брестом, где 42 тысячи расстрелянных, повешенных и сожженных. Я говорю, как кормили? Потому что там, где я сидел, там вообще не кормили в малолетнем лагере, что жители местные бросали брюху, свеклу через забор. Она говорит, как кормили? Вот кто умрет, тех варили и этим кормили. Я говорю, а как же? Она как? Говорит, нос заткнешь, глаза закроешь. И она совершила побег с этой тюрьмы, где сидел Эрнест Тельман, знаменитый Мусак Шалиль, татарский поэт. Поэтому я хочу, значит, поклониться низко нашей российской женщине до земли. они сильнее даже, чем мужики. Спасибо вам абсолютно. С праздником вас! С праздником и здоровья вам! Спасибо большое! Спасибо вам! С праздником! И Бог здоровья и долгих лет жизни! Спасибо! У нас для вас есть небольшой сюрприз. Я знаю, вот девочка хочет вам подарить подарок. Владимир Борисович, с праздником! 9 мая вас! Спасибо, моя хорошая! Спасибо! Спасибо! Настоящий джентльмен! До свидания! Здоровья вам! Спасибо! А у нас вот есть и представители молодого поколения, которые тоже готовы рассказать, с кем они пришли в бессмертный полк. Спасибо вам! Давайте, расскажите, с кем мы сегодня. Это наш прадедушка, дедушка Стеша. Он был казаком, их перевели, и он стал пулеметчиком. И потом, он учился на сафера. и таскал пушки зенитные и зенитки. Ну, дедушка, долгое время, я вот смотрю на годы жизни, долгое время после войны прожил. Да, он, когда война закончилась, еще два года служил. Спасибо вам, ребята, что помните свою историю. У нас есть еще те, кто хотят рассказать о тех, кого принесли сегодня в бессмертный полк. Добрый день! Расскажите, кто сегодня с вами? Мой прадед Карцев Василий Афанасьевич являлся красноармейцем с 1941 по 1946 год. Он был разведчиком во время Второй мировой войны и участвовал в разведательно-диверсионных операциях в Толл-Врага, за что был награжден тремя наградами за успешное проведение разведательно-диверсионных операций. А кто у вас? Вы с кем? Здравствуйте! Мы с Житковом. Житков Леонид Закарович. Это мой дедушка. Это прадедушка нашего младшего поколения. Закончил войну в звании подполковника. Был боевой офицер. Галбичная артиллерия. Прошел всю войну, дожил до Берлина. Ну и много-много лет мы помним всю историю его боевых действий. На самом деле, конечно, он жив в наших сердцах, хотя его нет уже с 2000 года. Но каждый год мы его помним. Мы передаем эту историю из уст в уста. И, конечно же, все, кто были хотя бы один день на войне, они навсегда в наших сердцах. Мы всегда их будем помнить. Спасибо. Поздравляем вас тоже. С Днем Победы. Ну, вы видите, что очень много желающих поделиться историями. Я думаю, у нас еще будет возможность рассказать. О них бессмертный полк продолжает свое движение. Мы видим, мы видим, что конца и края тем, кто сегодня пришел пройти со своими родными и близкими, которые умерли в годы Великой Отечественной, те, кто дожили, те, кто сражались за мир, те, кто принесли победу нашей стране, они в наших сердцах навечно. Да, до сих пор не могу отойти от той истории, которую участник акции поведал нашему корреспонденту Ольге Котишевой. Еще раз спасибо Ольге, спасибо герою и спасибо всем тем, кто сегодня присоединился к этой акции. Конечно же, спасибо всем тем, кто позволил нам вот такие акции проводить нашим героям, большинства из которых сегодня с нами уже нет, но вот мы видим, да, мы видим эти фотографии, мы видим эти плакаты, мы видим эти штендеры и мы понимаем, что эти герои живы, эти герои навсегда, навсегда останутся в наших сердцах, эти герои с нами навечно и вот эта акция Бессмертный полк она помогает сохранить навсегда в истории имена подвиги, сохранить навсегда память о той великой победе и конечно же память о той ужасной войне. Традиционно сегодняшний день вот сейчас он продолжается, сейчас он продолжается на главной улице Краснодара, начался он традиционно с возложения венков и цветов к мемориалам памяти героев по всей Кубани, во всех населенных пунктах края сегодня проходят не только акции, бессмертный полк, проходят различные праздничные концерты, разбиты полевые кухни, ветеранов угощают, не только ветеранов, горячей солдатской кашей. 74 года назад мы победили фашизм, ну а 76 лет назад от гнета захватчиков был освобожден Краснодарский край и 70-летие, круглую дату мы как раз отмечали в прошлом году, несколько слов об истории того, что происходило в Краснодарском крае. В столице Кубани гитлеровские войска вступили утром 9 августа 42-го года и в тот момент 40 промышленных предприятий по заранее разработанному плану выводятся из строя, просто выводятся из строя особыми командами под руководством НКВД. Взорваны были заводы «Октябрь», «Краснолит», завод имени «Седина», «ЗИП», нефтеперегонный завод, компрессорный завод, электростанция и другие важнейшие объекты. Это было началом такой большой борьбы Кубани за свою свободу и 6 месяцев оккупации края стали самыми страшными в истории нашего региона. Это самая трагическая ее страница без сомнения, но и в это страшное время кубанцы все-таки верили в победу, многое делали для ее приближения. И в январе 43-го года началось наступление наших войск на Северный Кавказ. 21-го января был освобожден Успенский район, 23-го Армавир, 29-го января Кропоткин, Майкоп, 5-го февраля Ейск, Щербиновский район, 12-го Краснодар, ну а 16-го сентября 43-го свободным от оккупации стал Новороссийск. Полностью край освобождают от немецко-фашистских захватчиков к октябрю, только к октябрю 43-го. Вторая мировая война это самая крупная, это самая страшная война не только для нашего края, это самая крупная и страшная война в истории всего человечества. Вдумайтесь только, в ней участвовало 61 государство, а на тот момент существовало всего 73. Ну и главную роль в победе над фашизмом сыграли советские войска. Вот эти люди, которые сейчас на наших плакатах, на наших фотографиях, эти люди, которые живы в наших сердцах, эти люди, которых в какой-то степени даже, ну будем откровенны, наверное, даже оживил вот этот бессмертный полк. Акция, которая была придумана совсем-совсем недавно, акцию, акция, в которую многие не верили, дескать, один раз пройдете, два раза пройдете, а потом все, это надоест, не надоело, не надоест, никогда не надоест. Это самая правильная, наверное, акция, вот подобная акция, которая была создана у нас, которая была создана вообще, вообще везде. Сегодня слышны, как я уже говорил, песни, некоторые из них мы уже прослушали, смотрите, какие маленькие люди вот этому молодому человеку и вот этой девушке, наверное, еще полностью вся история ее семьи, вся история нашего государства неведомы, но подрастут, в любом случае узнают, в этом я не сомневаюсь. Песни слышны сегодня, эти песни, как я уже сказал, мы слышали сегодня и слышно, знаете, нередко. Слово такое, доносящееся, кличем можно назвать, главным кличем, главным возгласом победы, ура, несется из толпы, ура сегодня звучало и от парадных расчетов, которые принимали участие в прохождении войск Краснодарского территориального гарнизона, торжественным маршем по главной городской площади, ну и сейчас, ура, ура, конечно же, кричали советские солдаты, когда брали штурмом Берлин, главный наш клич, главный наш возглас, возглас победы. Мы продолжаем смотреть, продолжаем следить за тем, как мимо главной площади Кубани проходит бессмертный полк, казалось бы, совсем недавно он стартовал, там всего-то прошло, ну, может быть, 40 минут, а конца и края, вот смотрите, все равно не видно. Год назад, год назад в этой огромной реке было около 100 тысяч человек, даже не около, а более 100 тысяч человек, ну, судя по динамике роста, учитывая несколько предыдущих лет, думаю, что сегодня, ну, опять же, за 100 тысяч людей присоединились к Краснодарской части акции, ну, а если говорить полностью о Краснодарском крае, то это более 600 тысяч, в прошлом году было без малого 600 тысяч, в 2018, в этом я уверен, уверен на 100%, что 600 с лишним людей пройдет в бессмертном полку по всей Кубани, и я подобного вот общего порыва, единодушия припомнить не могу вообще, это даже больше, чем десятая часть региона, представляете себе, сколько людей, представляете себе, насколько вот эти люди все объединены, ну, даже, наверное, не одной целью, а объединены одной мыслью, и мне подсказывают, что готово очередное включение нашего корреспондента, Денис Сидоров, через несколько секунд расскажет, вернее, не он расскажет, а его, те люди, которые его окружают, расскажут очередную историю, ну, что же, Денис, слово. Акция «Бессмертный полк» объединяет людей разных возрастов и поколений, и, конечно, они все разного социального статуса, но они в едином порыве сегодня пришли поздравить друг друга и, конечно же, пронести портреты своих фронтовиков, своих героев. Вот о том, с кем пришли люди, мы прямо сейчас и попробуем узнать. Здравствуйте всех, с праздником! Расскажите, пожалуйста, с кем вы пришли, у вас сразу два портрета, кто эти герои? Это родственник, вот это дед моего мужа, Царство Небесное, вечная, светлая, добрая память. Это герой. В нашей памяти он будет вечно, он, получилось так, что он умер дважды, потому что получили похоронку, а он был жив, понимаете, что? Но когда пришла вторая похоронка, такого чуда уже не случилось. И мы нашли его место последнего боя, и он нанесен, его фамилия, имя, отчество нанесены на обелиск в городе Чемкенте, потому что он ходил оттуда, это Казахстан. И я... Ну... Понимаю, что тяжело сейчас, конечно, все эти воспоминания вновь переживать, а расскажите о втором вашем герое, Филипенко Василий Тимофеевич. Да, этому тоже, это наш дедушка, ему повезло в этой жизни больше, потому что он остался жив после войны. И потом долго трудился тоже в Чемкенте на свинцовом заводе. И умер уже... После... Да, он видел нашу счастливую советскую жизнь, послевоенную. И... Видел победу. Да, он дошел до победы. Все это было в его жизни. И он нам завещал, цените жизнь. Это самое дорогое, что у нас есть. И вот сегодня мы пришли с моей ветеранской организацией, новознаменская, чтобы почтить память всех тех, кто отдал за нас нашу жизнь. Чтобы ни капля крови, тем более ни одна жизнь, не были положены напрасно. Спасибо вам большое. И, конечно, мы хотим пообщаться с другими участниками акции «Бессмертный полк». Здравствуйте. Расскажите, с кем вы пришли? Какие у вас портреты? Отец у меня воевал под Сталинградом. Два ордена за отвагу и три ордена Красной Звезды. Последний орден Красной Звезды у него был после того ранения и уже в советское время нашел его. Но он прожил до 78 лет. Болел очень, конечно, ранен был, потому что под Сталинградом они месяц в минус 20 в окопах обороняли этот город. Сложная история, сложная судьба. Расскажите, вы первый раз участвуете в этой акции? Да, постоянно участвуем в этой акции, потому что мы сами из Сибири, а здесь в Краснодаре уже второй раз участвуем в этой акции. Спасибо, что пришли, с праздником вас. Конечно, много детей участвуют в акции Бессмертный полк, все приходят со своими родителями, многие в форме военных лет. Давайте пообщаемся с ребятами. Расскажите, с кем вы пришли? Давайте я расскажу. Давайте, если ребята стесняются. Это Баранов Петр Григорьевич. Он закончил наше летное училище военное Краснодарское и призван был на фронт. Чем незнакомые страницы нашей истории, он бомбил Берлин в 41-м году. Об этом немногие знают, но тем не менее это было. Похоронен он в Феодосии, там установлен памятник, и он герой Советского Союза. Ему присвоено за то, что бомбили Берлин в первые годы войны, ему присвоено звание Героя Советского Союза. И сейчас в Феодосии находится памятник, находятся стелы, мемориальные бюсты в станице, где он жил, в станице Тбилисской. Сейчас благодаря развитию средств массовой информации и развитию интернета и, конечно, таким акциям, как Бессмертный полк, многие люди начинают еще больше фактов истории узнавать и о своих героях, о своих близких. Продолжаем смотреть, наблюдать за Бессмертным полком, продолжаем смотреть на вот эту огромную, впечатляющую колонну. Я не знаю, на сколько километров она растянулась. И что приятно, я эту мысль, пожалуй, повторю, много сегодня детей, если какое-то определенное количество лет тому назад, кстати, вот видите, дети, да, их видно, они сидят на плечах у своих родителей. Так вот, если какое-то определенное количество лет тому назад в основном взрослые люди таким образом отдавали дань памяти героям, то сейчас это целые семьи. Это семейные истории, которые сегодня звучали в том числе и в эфире нашего телеканала, телеканала Кубань-24. И вот, судя по лицам этих людей, судя по их поведению, я, может быть, и не вправе судить, но попробую. Мне кажется, сегодня это вообще такая большая, огромная, единая, одна семья, это единый полк, в котором сегодня нет никаких блоков, присущих другим некоторым шествиям, нет никаких политических движений, никаких религиозных. И вот именно сегодня мы одна страна, страна, которая победила фашизм. Эти портреты людей, людей, благодаря которым мы здесь идем, в эфире разговариваем, песни поем, в кино ходим, ну и так далее, сегодня в наших руках, и это прекрасно видно на наших телеэкранах. А ведь несколько лет тому назад, в 2013 году, о таком вот, о такой реке, о такой реке конца и края, которой не видно, ну, наверное, никто даже и не мечтал. Наверное, создатели этой акции не думали, что миллионы, десятки миллионов людей, мальчишек, девчонок, взрослых людей присоединятся к этой акции, десятки миллионов людей со всего мира, но это произошло. И ведь в руках у этих людей не просто фотографии, не просто фотокарточки, не просто транспаранты, штендеры, вот они, вот эти конструкции, ведь по большому счету помогают нам помнить и вспоминать. Мне кажется, что именно бессмертный полк в какой-то степени заставил нас в определенной степени провести, даже не знаю, как это правильно назвать, расследование, исследование, узнать больше, чем мы раньше знали о своих предках, поделиться полученными знаниями, самим не забыть, не дать забыть нашим детям, в чем заключается зло может быть, почему нельзя делать то, что кто-то однажды сделал, к чему все это приводит. И вот так вот, с помощью этой акции, с помощью бессмертного полка, я уверен, что мы никого, ничего и никогда не забудем. Движение же, оно связывает поколение, грандиозное движение, потрясающее, это прям видно, и для края потрясающее, и для города потрясающее, потрясающее для всего мира, но если, опять же, к частному случаю, посмотрите, что происходит сейчас на улице Красной, и посмотрите, насколько огромна эта толпа, здесь больше ста тысяч человек, всех, конечно же, мы здесь не увидим, кто-то уже прошел, кто-то еще пройдет, опять же, флаги у всех в руках, у многих в руках, но и у всех в руках портреты героев Великой Отечественной войны. В общем, десятки миллионов, десятки миллионов людей сегодня, на этой неделе, не дают умереть истории, они не дают умереть вот этим героям, оставляют их и их подвиги живыми навсегда. Сегодня, кстати, у людей, в руках у участников Бессмертного полка, не только портреты родных и близких, еще есть одна инициатива, инициатива, мне кажется, очень правильная, и инициатива, которая была поддержана. Во время Великой Отечественной войны, ведь погибали те, кто не успел обзавестись семьей, потомство не успел оставить, и вот они тоже сегодня в колоннах Бессмертного полка по всей нашей стране. Съемочные группы телеканала Кубань-24 работают сегодня в разных местах на пути следования колонны. Сегодня мы беседуем с участниками акции, узнаем о героических, удивительных, иногда удивительнейших, иногда даже поступках, и слово Ольге Котишевой она сейчас нам расскажет. Я снова рада подключиться к вам, я еще раз поздравляю вас с Днем Победы. 20 минут назад стартовал Бессмертный полк от улицы Гимназической, люди с транспарантами, со своими родными, участниками Великой Отечественной войны 41-45 годов идут. В Бессмертный полк встали тысячи, без преувеличения, ныне живущих и тысячи тех, кто погиб и не дожил до сегодняшних дней, те, кто завоевывали, отвоевывали победу. Сейчас за моей спиной есть люди, которые не пошли, так скажем, не встали в голову этой колонны Бессмертного полка, а стоят и ожидают ее здесь. Я хочу познакомить вас с историями ветеранов, участников Великой Отечественной, которые снова сегодня встали в строй. Давайте познакомимся. Добрый день. Представьтесь, как вас зовут? Кто сегодня с вами? Здравствуйте. Меня зовут Тимонов Дмитрий Александрович. Сегодня со мной моя бабушка и дедушка Тимонов Тимофей Васильевич, Тимонова в девичестве Галкина Мария Андреевна. Где они сражались? Они сражались, прошли очень долгий путь от Сталинграда до Берлина. Более того, приняли участие еще в японской войне по окончанию победы над фашистской Германией. Дедушка был награжден за свои боевые заслуги орденом Красного Знамени, а бабушка также была награждена орденом за взятие Берлина. Служила полковой разведчицей. Дедушка занимался воздвижением очень важных фортификационных сооружений, а также водных переправ через реки Днепр, Одр, Шпрыя и Днестр. Я на секунду вас перебью, я смотрю, наверное, это ваша мама. Вижу слезы в ваших глазах. Я уже сегодня говорила о том, что День Победы это праздник со слезами на глазах. Это не просто фраза, которую мы знаем еще со школьных времен. Насколько важно вам сегодня принести своих родителей, чтобы они вновь были с нами рядом? Ну, как вы скажете, очень важно. Это мои свекры, свекровь. А у меня еще дед, это мой родной дед, он пропал без вести, Андрей Семенович. Я тоже очень им горжусь. А эти очень знаменитые люди, такие добрые, хорошие, отзывчивые, и никогда не говорили о своих подвигах. Но вот свекровь, она разведчица, позывной Иволга. Представляете, какое красивое было у нее это самое. ее так и звали Иволга, Ивушка, Иволга, и дедушка. Они никогда не рассказывали о своих подвигах, о свекрах. Но мы всегда знали, чтим и будем чтить их память. Большое им спасибо за то, что они спасли наш мир. Мы поздравляем вас с праздником. У нас есть представители совсем молодого поколения, девочки. Давайте вот я вам предоставлю слово, кого вы сегодня привели в бессмертный полк. Кто это? Вашей бабушке, прадедушке уже? Это мой прадедушка. Его зовут Соляев Николай Иларионович. Пошел на войну в 17 лет. Дошел до конца. Он умер, к сожалению, когда он уже на заводе работал, на него опрокинулась нефть. Ну, умер он уже после войны, правильно? А победу он встретил. Да. Так, а теперь ты нам расскажи свою историю, с кем ты сегодня пришла в бессмертный полк? Это мои прадедушки Миша Вячеслав Павлович и Тарасов Анатолий Григорьевич. Мы очень любим их и знаем даже песни. Что знаете? Песни. А ну-ка? Смуглянка. Катюша. Катюша. Я так понимаю, это ваша внучка, да? Да. А кого вы держите в руках? Кто с вами сегодня пришел? Это мой папа, это мой свекр. Так что мы каждый год ходим с бессмертным полком. Это святой для нас праздник. Действительно, со слезами на глазах. Вот до слез. Конечно, жалко, что их уже нет с нами, но они всегда рядом. Мы очень любим и чтим этот праздник. И все внуки и правнуки наши будут знать и песни, и дедов, и прадедов. И благодарить за победу. Бессмертный полк в этом году проходит не в первый раз. Для вас это первый бессмертный полк? Каждый год. Каждый год с бессмертным полком. Спасибо вам за это мероприятие. Спасибо. За праздник. Спасибо вам большое. Я, ну вот, 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 еще хотят, чтобы дети рассказали. Вот как мы видим, много детей здесь. Давайте, вот, с кем ты пришел сегодня в бессмертный полк и о ком хочешь рассказать? О каком подвиге? Тарабаров Ефим Александрович, это отец моего прадедушки Тарабарова Владимира Ефимовича. Он ушел на фронт в августе 1941 года в возрасте 35 лет и служил в 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Да, сегодня в эфире телеканала Кубань-24 много людей. Сегодня на улице Красной много людей. Сегодня много историй вот той победы может быть в глобальном смысле эти истории и не очень большие, но все вместе они привели к огромной цели, которая далась огромными жертвами. Нет, наверное, в нашей стране такого человека, который бы та война не задела. Самая страшная в мировой истории война и вот эти люди, люди, которые продолжают идти по улице Красной, которые продолжают идти по всему миру, не дадут забыть, как легко начать разрушать и как сложно все это потом восстановить. Я вот даже точно не скажу, на какой стадии сейчас шествие. Треть людей прошла мимо главной городской площади или четверть, или может быть две трети. Через какое-то время, конечно же, мы еще посмотрим, через какое-то время нам вот эти очертания будут более ясны, более видны. Ну, а пока продолжаем, друзья, смотреть за тем, что происходит здесь, в районе главной городской площади. Ну, и, конечно же, продолжаем рассказывать вам о том, чем еще хороший славен сегодняшний день. Начался бессмертный полк, началась вот эта вот акция, началось это шествие от сквера Жукова, об этом я уже говорил, по улице Красной люди идут до Северной, к площади героев, там участники возложат цветы к вечному огню. Бессмертный полк, конечно, шагает и в других городах, станицах Краснодарского края, шагает уже в восьмой раз. Впервые акция, которую назвали как раз бессмертный полк, она в 2012 году прошла в Томске, и тогда в колонии пронесли, я говорил, что немного, да, было почти 2000 портретов ветеранов, ну, это много, конечно же, но по сравнению с тем, что происходит сейчас, ну, это не такое уж и большое количество. Прошло тогда в полку 6000 томичей, ну, а вообще, впервые подобная акция, тогда она по-другому называлась, в Тюмени была организована 12 лет назад, но, наверное, тут тоже не так тщательно нужно копаться в истории бессмертного полка. Самое главное, что он есть, и самое главное, что он помогает поддерживать другую историю, историю победы, историю, конечно же, войны. Я уверен, что вот эти молодые люди, которые сейчас проходят мимо наших камер, это те самые люди, которые принимали участие в торжественном прохождении здесь, на главной городской площади, ну, а затем дошли до сквера Жукова, присоединились к еще одному ну, параду, тоже так, наверное, можно сказать, ведь бессмертный полк называют продолжением парада победы, ну, и, наверное, самой масштабной его частью, и с этим, друзья, ну, сложно не согласиться. Как говорил я уже, десятки миллионов жителей всего мира участвуют сегодня в этой акции, и телеканал Кубань-24 по традиции показывает, как эта акция проходит в столице Кубани, в городе Краснодаре. хочется верить, что вот этим людям, вот этим молодым людям, которые сейчас, улыбаясь, машут в камеру, того, что испытали наши предки, испытать не придется. Хочется верить, что никому испытать не придется тех невзгод, ведь далась та победа ценой, которую, я надеюсь, больше никто и никогда не заплатит. Страшная цена. На фронт Кубань отправила более 600 тысяч человек, а вернулись, вдумайтесь, только 200 тысяч. И четверть из них пришли инвалидами. Наши земляки воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Ну и потери, они, конечно же, ни с чем не соизмеримы. Это самое страшное. Самая страшная война в мировой истории. Она унесла миллионы жизней. Нет семьи, которую бы та война не затронула. Страшная цена, страшнейшая цена, которую наш народ заплатил за освобождение. За то, чтобы рухнули фашистские планы по быстрому разгрому советских войск, по быстрому захвату нашей страны, сделать это удалось. Да, на это было потрачено огромное количество сил из этой войны. Многие не вышли живыми, но благодаря им живы мы, и благодаря им над нами сегодня мирное небо, и мы сегодня можем вот так вот пройтись по главной улице города Краснодара, по главным улицам многих населенных пунктов нашего региона, других регионов нашей страны, по улицам всего мира. Это 74-я годовщина Великой Победы. Сегодня вспоминаем героев, сегодня говорим им спасибо, спасибо тем, кто воевал на фронте, спасибо тем, кто в тылу трудился, спасибо тем, кто в логове врага мешал вот этому самому врагу задуманное осуществить. Еще раз одну дату напомню, это 9 августа 42-го, это вот как раз тот день, когда гитлеровские войска вошли в Краснодар, я уже говорил о том, как проходило освобождение, да, а как наступали фашисты на Краснодарский край. Итак, 9 августа 42-го гитлеровские войска вошли в Краснодар, осенью того же года враг пытался захватить Туапсе, но не увенчались успехом три попытки штурма, не удалось фашистам Геленджик захватить, Сочи, ряд других южных районов края за Новороссийск развернулись кровопролитнейшие бои и все же врагу не удалось полностью городом овладеть, ну а сражения на Малой Земле навечно вошли в летопись Великой Отечественной войны. На Кубани в то время было организовано 90 партизанских отрядов, они тоже немалый вклад внесли в освобождение Краснодарского края и их подвиг, подвиг всех этих людей, партизанов, всех людей, которые воевали, всех людей, которые обеспечивали войска всем необходимых тыловиков, это, конечно же, великая история, их подвиг это великая история, никто не забыт, ничто не забыто, и вот пока жива эта акция, а я уверен, что она будет жить еще очень и очень долго, мы просто не сможем ничего забыть. Говорил я уже о том, что сегодня здесь, на главной площади Краснодара, на улице Красной звучат песни победы, слышно ура, ну и может быть это не видно по картинке, но лично видел, как сотрудники полиции отдавали проходящим честь, тоже, я думаю, это интересная деталь, около 5000 сегодня сотрудников органов охраны правопорядка Кубани вышло на дежурство в Краснодарском крае, ну и в 10, а может быть даже и больше, чем в 10 раз больше участников шествия по краю. На груди у каждого участника сегодня, кстати, как и всегда, пожалуй, в этот день, георгиевские ленточки, это один из символов празднования Дня Победы, их в городах и станицах Кубани раздают активисты, это постоянное явление, которое появилось несколько лет тому назад, георгиевская ленточка, это также некоммерческая, неполитическая, патриотическая акция, и в 2005 году она впервые в России была проведена, ну а если говорить, откуда пошла, откуда есть пошла георгиевская ленточка, то, конечно же, это связано с оргием Георгия, который был учрежден в 1769 году, по статусу Орден Георгия давался только за конкретные подвиги в военное время, процитирую, тем, кои отличили себя особливым, каким мужественным поступком, или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы, и вот это была исключительная воинская награда, черно-оранжевые цвета, георгиевской ленты, стали в России символом военной доблести и славы. В годы Великой Отечественной войны с незначительными изменениями лента георгиевская вошла в советскую наградную систему под названием гвардейской ленты, как особый знак отличия, ну а колодка одного из самых уважаемых орденов войны, такого солдатского ордена славы, как раз обтянута гвардейской лентой. Цвета ленты черной и оранжевые, они означают дым и пламень, являются знаком личной доблести солдата на поле боя. У георгиевской ленточки и в акции, которая называется «Бессмертный полк», можно сказать, ну, наверное, одна предыстория. Это инициатива добровольцев, инициатива людей, которые занимались восстановлением истории, и мы видим, что занимались этим они не зря. Сегодня мы все вместе эту историю навсегда, навечно сохраняем. С помощью вот этих людей, которые сейчас идут в акции, с помощью тех людей, которые акцию организовали. Посмотрите, до сих пор, да, вот насколько хватает взгляда и насколько хватает охвата наших камер, вот настолько эта акция и лежит. Невозможно увидеть, пока невозможно увидеть край этой акции. У каждого человека, видите, у кого-то, у кого-то в руках один портрет, одного фронтовика, у кого-то их сразу же по несколько, кто-то идет один, кто-то идет семьями. Ну и здорово, я еще раз повторю, что здорово, вот эта акция стала вот именно семейной. И здорово, что в этой акции принимают участие, не устану это повторять, дети, дети, которые вот таким вот образом через частные случаи изучают общую историю нашего государства, историю победы нашего государства. Ведь, выслушав однажды историю, да, о какой-то одной войне, возможно, ребенок заинтересуется чем-то еще, возможно, ребенок захочет послушать истории из других времен, да, в которой существовало российское государство. Но мы сейчас, в любом случае, мы сейчас вместе с бессмертным полком, это полк, это миллионы, миллионы ушедших, их потомки. Вот сейчас пытается наша камера охватить весь полк, но не получается этого сделать. Ну, причем учитывайте, да, что людей-то уже сколько прошло мимо главной городской площади. Так вот, я продолжу мысль, полк, это миллионы ушедших, миллионы их потомков, общенародная акция шагает по всему миру и у каждого населенного пункта, конечно, свой маршрут. Финиш Краснодарского потока, как было сказано уже мной, у Вечного огня, там участники акции, они, я думаю, что уже отдают дань памяти павшим, я думаю, что уже есть люди, которые дошли, возлагают цветы, ну, возлагают цветы по очереди, конечно же, но у нас на готове еще одно включение от еще одного нашего корреспондента, которым я с удовольствием слово сейчас передам, да, смотрите, довольные лица, лица, опять же, я повторюсь, довольные, благодаря тем, кого сейчас с нами нет. И очередное включение у нас готово, с очередным включением, с очередными историями, ну, не своими, конечно же, а историями, которые приготовили его, если так можно выразиться, гости, Денис Сидоров, Денис, тебе слово. Ну, а мы продолжаем общаться и, конечно, с участниками, с рядовыми жителями и гостями Краснодара, которые пришли с портретами. Здравствуйте, с праздником вас. Расскажите, откуда вы и с кем вы пришли? Мы приехали из города Казани, чтобы участвовать сегодня в этом праздничном мероприятии. Действительно, День Победы для нашей страны это великий праздник и он должен продолжаться, пока последний человек существует на этой планете, потому что мощь и сила нашей армии, советской и сейчас российской, это просто непобедимы. Я хочу сегодня рассказать о дедушке своем. Он войну встретил, находясь в армии. То есть, отслужив буквально, ему до окончания службы оставалось буквально несколько месяцев и началась война. Не приезжая домой, а он родился в Луганской области, его сразу направили на фронт. Он воевал на Курской дуге под Сталинградом, был тяжело ранен и в 44-м году был направлен в город Казань в госпиталь. Там он встретил победу и познакомился с моей бабушкой. 23 мая 45-го года они сыграли свадьбу. Около 60 лет они прожили вместе. У них трое детей, трое внуков и семь правнуков. Вот такие мы. К сожалению, дедуля в 12-м году умер, и в этом году ему было бы 100 лет. Мы помним и любим наших родных. У нас очень много... Ну, в каждой семье свой герой. И ни один, и ни два. Мне повезло. У меня и дедуля Леша, и дедуля Костя, они оба вернулись с войны живыми. Но, к сожалению, другой дедушка умер от ран. Вот. С праздником, уважаемые ветераны! Всех благ, здоровья, любви и нежности в сердцах. И главное, доброты. Каждый день, а не только в день праздника. Спасибо, что помните о подвиге своего героя. И, конечно, спасибо большое, что участвуете в этой акции. Да, спасибо, конечно же, большое Денису. Спасибо его гостям. Спасибо вам за то, что остаетесь с нами в эфире телеканала Кубань-24, телеканала, который сегодня на протяжении всего дня ведет эфир, рассказывает истории наших героев. Мы показали торжественное прохождение. Мы уже дали слово многим людям, которые причастны к победе. Ну и мы продолжаем наш праздничный эфир. Мы продолжаем говорить спасибо тем людям, которые сейчас на наших экранах за то, что они присоединились к акции, за то, что они сегодня присоединили к акции своих героев, героев у которых, конечно же, свои истории. Знаете, много различных бывают шествия. Вот сегодня здесь все, я так думаю, по велению души. И это самая большая акция памяти. Ее сопровождают волонтеры, которым еще раз хочется сегодня сказать спасибо. На главной городской площади, мимо которой проходят люди, звучат, я повторюсь, песни военных лет. Ну, конечно, 9 мая это главная для нас дата, с этим согласны миллионы людей, миллионы людей по всему миру, с этим согласны десятки, сотни тысяч людей в Краснодарском крае, ну и прямое доказательство этому прямо сейчас на наших экранах. Два года назад, кстати, в 2017 году шествие в общей сложности продолжалось около двух часов, чуть более двух часов в 2018 году. Сегодня, судя по тому, что мы видим на экране, а мы видим на экране, как в очередной раз наша камера попыталась зацепить конец вот этой огромной реки под названием Бессмертный полк, и не получается у нее этого сделать. Думаю, что, конечно же, больше, более двух часов вот эта акция будет проходить, мы побываем еще у Вечного Огня, в конце концов, конечно же, это финальная точка, маршрут, который прокладывает вот эти взрослые люди, на плечах у которых довольные дети, машущие в наши камеры, в камеры телеканала Кубань 24 руками. Ну, вот видите, погода сегодня, ну, конечно, погода прекрасная, погода располагает, если там вспоминать раннее утро, да, 9 мая сегодняшнего дня, то где-то примерно в 6 часов утра я выезжал из дома и попал под, ну, не совсем проливной, но довольно-таки не слабый дождь, ну, а потом, пока до работы добирался, к 7 часам утра небо было уже безоблачным, ну, затем, во время торжественного прохождения облака все-таки появились, но они появились, ну, даже в какой-то степени, можно сказать, во благо, потому что, ну, куда удобнее маршировать, да, четко чеканить шаг, когда нет палящего солнца над головой, когда небольшие тучи, когда свежий ветерок обдувает, вот, ну, а сейчас видим, да, что ясное небо, мирное небо над головой, разные люди, вот, в этой толпе, разные люди в этом шествии, разные люди в этой реке, кто-то действительно улыбается, кто-то сосредоточен, для кого-то это очередной повод подумать о том, что происходило во времена Великой Отечественной войны, но тут, кто прав, кто виноват, наверное, разбираться не стоит, все правы, все виноваты, да, со слезами на глазах, как говорится, но это все-таки, это все-таки праздник, и люди, которые в нем участвуют, вот, видите, подпевают песням победы, подпевают песням победы, которые вовсю звучат, на главной городской площади, которые вовсю звучат, на протяжении всего маршрута, всего маршрута, я уверен, что кто-то уже этот маршрут преодолел, кто-то уже отдал дань памяти у вечного огня, но этим людям, людям, которые сейчас на наших экранах, я так думаю, что примерно еще, ну, может быть, минут 35, может быть, 40 предстоит пройти, ну, ничего страшного, я опять же повторюсь, погода располагает, погода прекрасная, ну, и люди прекрасные, компании, великолепные компании, компания, вот одна большая компания, в которой, в которой сегодня все равны, да, нет тех людей, у которых, например, там, больше чего-то, нет, у которых меньше чего-то, со всеми, вместе со всем регионом, конечно же, и губернатор Краснодарского края, сегодня, Вениамин Иванович Кондратьев, ну, и еще десятки тысяч людей, десятки тысяч, из которых собирается, вот та самая, та самая сотня, наверное, тысяч человек, даже более этого, да, которые сегодня решили почтить своих героев, героев Великой Отечественной войны, еще раз на наших экранах, копия знамени Победы, вообще, знамен Победы сегодня было очень много, огромное знамя Победы развивается, развивается, развивается один раз в году, как раз и над главной городской площадью, на самом большом флагштоке, оно установлено, огромное знамя Победы, ну, конечно, копию знамени Победы, в огромном таком, в огромном масштабе, мы видели сегодня, в самом начале, акции Бессмертный полк, знамя Победы, как правило, несут впереди, хотелось сказать, впереди России, все, и, конечно же, впереди акции, все, друзья, ну, и мы продолжаем следить за тем, как она проходит, мы продолжаем, ну, по крайней мере, я продолжаю любоваться, вот этим людским потоком, я даже не знаю, как его правильно описать, я даже не знаю, как его правильно назвать, это бесконечное шествие, шествие, которое длится уже очень долго, и пускай оно длится еще столько же, в этом нет ничего страшного, и, я думаю, что этому никто не расстраивается, ну, потому что все понимают, зачем они идут, они, конечно же, идут для того, чтобы таким образом, ну, хотя бы таким образом, почтить память своих героев, почтить память дедов, прадедов, бабушек, прабабушек, есть здесь люди, которые в годы Великой Отечественной войны, ну, я лично видел, потеряли отцов, потеряли матерей, еще раз, вечная им память, и вечная слава вот этим героям, которые сейчас в руках у жителей города Краснодара, и не только жителей города Краснодара, знаю, видел несколько знакомых из других населенных пунктов Краснодарского края, ну, посмотрите, насколько это красиво, посмотрите, насколько это масштабно, это действительно впечатляет, и этому действительно сложно, к этому действительно сложно подобрать слова, Да, иногда улыбка на лице появляется, иногда хочется плакать, особенно после тех историй, которые сегодня в нашем эфире прозвучали. Но вспоминать нужно, вспоминать нужно, и вот именно с помощью этой акции, в том числе с помощью этой акции, акции «Бессмертный полк» мы вспоминаем, мы будем помнить, мы будем помнить всегда. Ну и опять же, может быть, вам не слышно, но вот сейчас немного народа проходит мимо главной городской площади, но нет-нет, да и раздается вот этот волшебный клич «Ура», о котором сегодня мной уже было сказано. Это, кстати, восклицание, которое употребляется в вооруженных силах всего лишь в нескольких случаях, и один из этих случаев в качестве строевого ответа на поздравление вышестоящего командования. Это мы сегодня наблюдали во время торжественного прохождения, а вообще, откуда появилось это восклицание, доподлинно никому неизвестно. Одна из версий заключается в том, что клич «Ура!» Петр Первый в русской армии ввел, ну, дескать, он был восхищен смелостью и отвагой калмыцкой конницы, которая с криком «Уралан!» отбивала атаки шведов под Полтавой. Ну, а в советской армии в времен 40-х «Ура!» Ну, по свидетельствам, опять же, очевидцев, это было одним из главных восклицаний при атаке, ну, и именно это междометие в мае 45-го чаще всего звучало в Берлине. И видим мы, что завершается, вернее, ну, акция «Бессмертный полк» не завершается, завершается ее продвижение вот здесь, по улице Красной, в районе главной городской площади Краснодара. Проходят люди мимо, и сейчас мы уже, наверное, будем видеть совсем-совсем скоро только спины отдаляющихся людей, только спины тех людей, которые уходят в сторону вечного огня, и у нас есть прекрасная возможность как раз у этого вечного огня побывать, переместиться туда, ну, и мы, конечно же, прямо сейчас там и окажемся. С праздником вас, дорогие друзья! Ура! С праздником вас, дорогие друзья! В Канадаре вечный огонь горит на площади памяти героев. Мемориальный комплекс был торжественно открыт в канун 50-летия советской власти. Это было в 1967 году. В центре мемориала в память о погибших как раз и горит вечный огонь. К нему сейчас подходят участники «Бессмертного полка», чтобы почтить память героев-спасителей Отечества. За полвека этот мемориальный комплекс, комплекс «Вечный огонь» изменился лишь немного. К списку воинов добавились имена кубанских солдат и офицеров, погибших в Афганистане и в Чечне. В остальном же мемориал остался таким же, точно таким же, каким его и задумали архитекторы. У конечной точки шествия сегодня много цветов. Столько людей у этого комплекса одномоментно, пожалуй, ни разу не было. Каждый участник «Бессмертного полка» сегодня подходит к вечному огню. Кто-то, как видим, с цветами. Для кого-то это еще одна возможность вспомнить и больше никогда не забывать. Телеканал «Кубань-24» завершает трансляцию акции «Бессмертный полк», трансляцию шествия «Бессмертного полка». С днем великой победы вас, мира вам и помните свою историю. Продолжение следует...